Уважаемые подписчики, уважаемые гости моего канала, я хочу посмотреть, что же ждёт Ангелу Меркель именно с июня, ну и до конца года. 6 июня по 14 августа у неё появляется достаточно интересный транзит, который скорее поддерживает все или же главенствует над всеми транзитами, которые её душили и приносили неудачи ранее. То можно сказать, что надежды на какой-то счастливый случай, на какие-то проекты, конечно же, не оправдаются. Слишком грандиозное какое-то планирование, оно просто-напросто не будет иметь реализации только благодаря тому, что слишком будет высокая цена и это может привести даже к убыткам. Конечно же, опять будут неприятности из-за заграничных каких-то контактов, сделки, бизнес, вот всё то. Канцлер точно так же, как любой президент, он едет, заключает договора, подписываются контракты, но не будет тоже такой прибыли. Более того, звёзды рекомендуют даже прибегать или же слушать рекомендации и советы адвоката. Все неудачи были, особенно с марта месяца, у неё как-то вот всё пошло в крифе и в кость привело. Это всё отразилось на здоровье, прежде всего на желудке. Это эндокринная система из-за психической нагрузки. Это нервозность, это дополнительные, естественно, переживания. На что хочется обратить внимание? Есть опасность невыполнения обещаний. И именно вот эти вот обещания, они будут невыполнены из-за отсутствия поддержки. Мы знаем, что не все поддерживают Ангелу Меркель. Если говорить о транзите, который придёт с 6 и до середины марта, то такой транзит, как правило, в жизни наблюдается два раза в течение 12-летнего цикла. Здесь присутствует и Сатурн, и Уран. Уран – это вообще планета неожиданности. То есть она приезжает к тому же Трампу. Раньше её принимали с распростёртыми руками. А теперь, видите, вот какие-то вечно вмешиваются обстоятельства. Сатурн, конечно же, будет её испытывать, учить духовности. То, что её будут подводить партнёры, даже к бабке не ходи. Что касается решений, то, конечно же, она не сможет принять какие-то решения, которые благодаря самому простому, это каким-то предрассудкам и предубеждениям. Вот её и будет учить Сатурн, эта вот закостенелась, будет пытаться у неё убрать. Значит так, я сказала, что проекты не будут реализованы, так как они будут неоправданно дороги. Что касается вообще всех поездок, командировок и именно общественных встреч с влиятельными, особенно почему-то идёт с женщинами. Что за женщины, конечно, звёзды молчат, фамилии не говорят, но они тоже нежелательны. Вот такая вот жизнь у Ангелы Меркель. Хочется ещё отметить, что за период небольшой, до середины августа, она может набрать лишний вес. Вообще, что касается работы в целом, то с марта и до конца 2018 года, а я сейчас посмотрела и весь 2019 год, Уран с Сатурном делают всё то, чтобы её дела шли то кривь, то в кость. То есть таким образом они пытаются её научить, может быть, добру, и, может быть, отношению к делам, потому что то, что у Ангела Меркель руки по локоть в крови или по самую макушку, это мы хорошо знаем. Поэтому, конечно же, вот эти аспекты, которые есть, они будут, их цель сделать, провести некую транскрипцию вот самой Ангелы Меркель как человека. То есть на выходе это должен быть новый, духовно очищенный человек. Что ещё интересного можно сказать о её, скажем, работе? Особенно сложным для неё будет, кстати, 2019 год. Пик всех неурядиц и даже вот такой вот нервный срыв, это то, что мы услышим, это придётся на весну, именно где-то апрель. Сейчас вот надо было бы глянуть точное время, но это весна, это март, апрель, вот май. Вот такой вот кратенький обзор. Удачи!